Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» отвечаем на ваши вопросы. Примерно полгода назад, на любимом вами библейском портале «Экзегет» мне пришлось отвечать на два очень важных вопроса. Один из которых звучал так. За кого нельзя подавать на проскомидию? То есть, чьи имена на проскомидию писать нельзя? То есть, за людей, которые сознательно и совершенно последовательно находятся в оппозиции Святой Церкви. Те, кто враждебно относятся к Церкви, те, кто в Бога не веруют. Божьи заповеди не признают. Попирают все Божьи законы, то есть те, которые живут абсолютно греховной жизнью. Можно ли за таковых подавать их имена на Божественную Литургию? И, как и следовало ожидать, эта тема обсуждения и те цитаты из святых отцов, в частности, святителя Симеона Солунского, который в той беседе я приводил, кто из вас смотрел, тот помнит, они вызвали еще ряд вопросов у наших мудрых зрителей. А следующая была тема, тоже очень важная, за всех ли можно молиться? Пришло много вопросов в комментариях, и сегодня хотелось бы вашему вниманию, дорогие друзья, предложить некоторые ответы на те вопросы, которые прозвучали в комментариях. Если кому из вас интересно, вот послушайте, пожалуйста. Немножко суммируя все вопросы, их можно свести к следующему. Если я достоверно не знаю, какой образ жизни ведет человек. Вот просто я вижу человека, но достоверно, я же в душу его не могу заглянуть. Не знаю, какой он ведет образ жизни. Если этот человек не просит меня о нем помолиться, а я, тем не менее, буду за него молиться. На Божественной Литургии стоя буду молиться за этого человека. Или в домашней молитве. То получит ли он помощь от моей молитвы? Вот примерно так сформулируем этот вопрос. Вопрос очень важный. По крайней мере, для всякого верующего человека. Может, верующий человек не может быть безразличен к другим людям. Мы порой имеем такое внутреннее глубокое желание помолиться за человека, с которым вместе работаем, с которым где-то в жизни соприкасались. Мы действительно этого человека не знаем. Не знаем, какое у него отношение к вере. Вот просто нам хочется за него помолиться. И, конечно, хочется понимать, как это правильно сделать. Как моя молитва может ему помочь. Поэтому хочется предложить вашему вниманию не свои рассуждения, а мысли и рассуждения духовно опытного человека, преподобного Паисия Святогорца, которого мы с вами неоднократно во время наших бесед, цитируем. В частности, преподобный Паисий так отвечает на этот вопрос. «Получит ли помощь человек от моей молитвы, если я не знаю, какой у него образ жизни? Это зависит от многого», — говорит преподобный. «Прежде всего, есть ли у этого человека доброе расположение? Возможно, ему не предоставилась возможность ее реализовать. Но если человек имеет доброе расположение, он имеет право на божественную помощь. Пусть другие и не будут о нем молиться. Пройдет время, Бог даст ему благоприятную возможность исправиться. Но если он попросит помощи с самого начала, то Бог обязательно вмешается, и этот человек исправится раньше. В противном случае он исправится позднее. «Мы своей молитвой, обращает внимание преподобный Паисий, как бы даем право Богу на вмешательство». Ну, то есть, таким нашим, естественно, ограниченным человеческим языком преподобный Паисий пытается объяснить современным людям то, что Господь, естественно, всех любит. Господь хочет всем спастись, и чтобы все пришли к познанию истины. Но своей молитвой, своим вот этим желанием кому-то помочь, мы как бы даем Богу право вмешаться в ситуацию. Нет сомнений, если человек от сердца просит помощь и смиренно говорит, молись, отче, обо мне, или, допустим, там, молись, брат, обо мне, или молись, обо мне, сестра, то он обжигает твое сердце, и ты не можешь его забыть. Если же он говорит совершенно поверхностно, ну, помолись обо мне, словно говорит тебе «привет», то тут уже тяжелее его вспомнить. Когда совершается сердечное с болью молитва о нуждах мира, люди, просящие в тот час помощи у Бога, сразу ее получают. Я могу привести немало очевиднейших примеров. Много лет назад один человек, находясь в глубоком отчаянии, в помрачении сознания, перешел через границу и оказался в одной из коммунистических стран. Ну, это событие произошло в 20 веке, когда Европа была разделена на так называемый социалистический и капиталистический лагерь. Там его приняли за лазутчика, схватили, били и отправили в тюрьму. В тюрьме он молился. Один мой знакомый монах, узнав о его несчастье, помолился, сказав «Боже мой, прошу тебя, освободи его, тебе легко это сделать». Из тюрьмы его повели на допрос, а после допроса он оказался на территории Греции. Когда его допрашивали уже наши следователи, он отвечал «Меня били, посадили в тюрьму, требовали признания». Что было после, я не помню. Я даже не понял, как очутился на греческой заставе, не знаю, как это произошло. Такова сила молитвы. Молитва преклоняет Бога на милость. И главное, главное качество молитвы того человека, который молится. Почему, дорогие друзья, отвечая на те предыдущие вопросы, мне хотелось вам привести цитату из преподобного Паисия. Нам иной раз хочется все сделать с наименьшими для нас, скажем так, духовными усилиями. Просто написать записочку имена людей и подать ее в алтарь. Пусть другие молятся. А вопрос в том, чтобы ты помолился, чтобы у тебя была душевная боль. Если ты действительно хочешь помочь человеку, дал он Богу право на вмешательство или не дал, живет он по Божии или пока еще не живет. Вот как мы только что слышали, преподобный Паисий говорит, что мы своей молитвой как бы даем Богу право вмешаться. Но главное качество нашей молитвы, главное наше личное участие. И вот далее преподобный Паисий советует, основа всего в том, чтобы мне стало больно за ближнего. Если не больно, то можно часами тянуть четко, ну то есть почетко молиться, но молитва не будет иметь никакого результата. Если человеку больно за то, что он молится, то он и одним лишь воздыханием совершает сердечную молитву. То есть смотрите, можно просто сердечно воздохнуть о ком-то. Вот вы о ком-то узнали, что у кого-то беда, кто-то болеет, кто-то в неприятной ситуации. Просто воздохнуть сердечно, это уже ваша молитва. Многие, когда люди просят их молитв, не располагают времени и молятся о нуждах этих людей одним лишь воздыханием. Я не говорю, что не нужно молиться, говорит преподобный Паисий. Но если случится так, что у тебя времени нет, то воздыхание о чужой боли – это и есть твоя сердечная молитва. То есть по своей силе оно равно целым часам молитвы. То есть именно качество молитвы. Можно молиться часами, например, но молиться без душевной боли, и это не будет, скажем так, так эффективно. А можно с глубокой сердечной болью воздохнуть один раз за человека, и он тут же получит помощь. То есть по силе вот это воздыхание равно целым часам молитвы. К примеру, ты читаешь письмо, видишь нужду, воздыхаешь, а потом молишься. Это великое дело. Ты еще как бы не взял трубку, еще не набрал номер телефона, аналогию проводит преподобный Паисий, а Бог уже слышит тебя. И настолько хорошо понимает это тот, о ком совершается такая молитва. И далее преподобный приводит пример, что даже люди, одержимые злым духом, чувствовали его молитву на расстоянии, в данном случае он о себе рассказывает, и сразу же им становилось легче. Настоящая молитва – это не удовольствие, не нирвана, она начинается с боли. Что это за боль? Человек мучается в хорошем смысле этого слова, ему больно, он стонет, страдает, о чем бы он ни молился. Знаете, что значит страдать? Да, он страдает, потому что соучаствует в общей человеческой боли и в боли какого-то конкретного человека. И за это соучастие, за эту боль, Бог воздает ему божественным радованием. Конечно, человек не просит божественного радования, но оно приходит как следствие, поскольку он соучаствует в чужой боли. Вот как бы подводя итог, сказанному немножко ранее, дорогие друзья, никто из благоразумных людей никогда и не говорил, что молиться за ближних не надо. И в той предыдущей беседе речь шла о том, что если мы достоверно не знаем о человеке, достоверно не знаем, какой его образ жизни, то хотя бы мысленно воздохните о том человеке, который нуждается в помощи. А вот сегодня мы с вами услышали совет преподобного Паисия, с каким качеством, с каким душевным расположением надо молиться за ближних. И за каждого человека в отдельности и о всех людях. Молиться с болью. И вот эта боль, вот это сердечное воздыхание является самой сильной и самой эффективной молитвой. Будьте здравы и Богом храним. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!